Продолжение классификации рецессии по Миллеру. На предыдущем слайде мы рассмотрели с вами первые два класса. На этом слайде мы рассмотрим с вами третий класс рецессии по Миллеру. Итак, что же отличает второй класс от третьего? У нас отсутствует прикрепленная десна в области опекальной части зенита рецессии. Глубина рецессии варьируется в любом объеме. И начинается убыль межзубного сосочка. Так вот, в третий класс классифицируется убылью межзубного сосочка до 1,2 в его высоты. Еще раз мы повторим с вами, продолжая разговор о классификации рецессии по Миллеру, еще раз мы повторим особенности третьего класса классификации. Обратите внимание на опекальную часть десны в области зенита рецессии. Там отсутствует прикрепленная десна. Сосочек дистальный утрачен на 1,2. Глубина рецессии любая. Продолжение разбора классификации рецессии по Миллеру. На данном слайде вы можете наблюдать имеющиеся рецессии разного класса. Итак, зуб 3,3 не имеет рецессии. Зуб 3,2 имеет рецессию третьего класса, так как у него есть важный специфический признак этого класса, начавшаяся убыль межзубного сосочка. Зуб 3,1,4,1 тоже являются зубами с рецессиями третьего класса, несмотря на то, что глубина рецессии здесь разная и отличается. Еще раз обращаю ваше внимание, что глубина рецессии не важна для постановки диагноза по классификации Миллера. Этот параметр мы будем с вами учитывать при выборе оперативного метода. Зуб 4,2 имеет рецессию третьего класса, несмотря на то, что дистальный межзубной сосочек имеется в полном объеме, но утрата на половину медиального межзубного сосочка сразу переносит его к классу номер 3. Продолжение классификации по Миллеру мы рассматриваем с вами последний четвертый класс зуб 3,1, класс рецессии четвертый, отсутствие прикрепленной десны, полная утрата межзубного сосочка, медиальная и дистальная в аппроксимальных контактах, глубина рецессии не важна. Еще раз, четвертый класс отличает от третьего класса рецессии десны, это отсутствие полностью межзубного сосочка. Классификация рецессии десны по Миллеру говорит об убыле межзубного сосочка, но не классифицирует эту убыль и никак ее не учитывает потом при выборе оперативного метода. Поэтому я предлагаю вашему вниманию более уточненную классификацию луба лисосочка по Тарноу. Итак, мы рассмотрим сначала на этом слайде вариант нормы, где цементно-эмалевая граница на вестибулярной поверхности, это высшая точка зенита зуба, цементно-эмалевая граница контактной поверхности, она определяется в зоне наличия межзубного сосочка аппроксимально с обеих сторон от зуба, и контактный пункт. Продолжение разбора классификации убыли сосочка по Тарноу. Класс 1 убыли сосочка по Тарноу. Характеризуются такими показателями. Контактный пункт – это наша точка отсчета. От него мы будем измерять убыль межзубного сосочка. Первый показатель после контактного пункта, с которым мы встречаемся в аппекальном направлении, это цементно-эмалевое соединение контактной поверхности. Если убыль сосочка ниже контактного пункта, но не достигает цементно-эмалевого соединения контактной поверхности, мы характеризуем это как первый класс убыли сосочка по Тарноу. Классификация убыли сосочка по Тарноу. Продолжение класс 2. Убыль сосочка характеризуется здесь выше цементно-эмалевое соединение контактного пункта, но не достигает цементно-эмалевого соединения вестибулярной поверхности. Классификация убыли сосочка по Тарноу. Продолжение 3 класс. Межзубной сосочек рецессирован выше цементно-эмалевого соединения вестибулярной поверхности. Чаще всего это сочетается и с рецессиями поверхности корней или одного корня в этой зоне. Только что мы с вами разобрали две всемирно известные классификации, которые были предложены более 40 лет назад. За это время было много разработок, модификаций, предложенных вариантов оперативного лечения. Появился новый клинический опыт у исследователей и авторов многих из статей и учебных пособий. На сегодняшний момент стало очевидно, что эти классификации не учитывают очень важные особенности, о которых мы с вами сейчас поговорим. Наличие образия твердых тканей зубов или ее отсутствие. Данный показатель будет влиять на выборы оперативного метода как при лечении одиночных рецессий, так и при лечении множественных рецессий. Ширина кератинизированной десны. Классификация по Миллеру говорится о том, что она в первом классе просто присутствует как факт. То есть вы поставили плюсик, что она есть, и поставили, что это первый класс. Или она во втором и последующих классах отсутствует как факт. Но ее объем никак не характеризуется, он не измеряется. Что значительно стало очевидно, что исходя из знаний определенных параметров, например, такого параметра как биологическая ширина, стало очень важно значение именно ширины кератинизированной прикрепленной десны в области зенита рецессии. Ни в одной из классификаций нет речи о толщине кератинизированной десны, то есть о биотипе. Для чего нам эти измерения нужно, что мы можем планировать на основании имеющегося биотипа десны, то есть толщины прикрепленной десны? Конечно, это в первую очередь влияет на выбор оперативного метода, планирование и прогнозирование исхода операции. Уровень клинического прикрепления – это показатель, который мы учитываем не только для планирования, а больше даже для прогнозирования будущего результата оперативного метода. И ни одна из классификаций не учитывает наличие мелкого преддверия или наличие слизистомышечных тяжей, высокого прикрепления слизистомышечных тяжей, которые будут влиять не только на выбор метода, но и послеоперационный период и, как правило, результат оперативного лечения. Продолжение следует...